На военном самолете ВВС США в обстановке строжайшей секретности отправился Владимир Зеленский в свою первую с 24 февраля зарубежную поездку. Одни политологи говорят исключительно в экономических целях, просить денег и оружия. Другие отмечают, визит был нужен в том числе и Байдену для поддержания имиджа. Третий подчеркивает, вояж сигнализирует о расколе и осталости стран Запада в вопросах поддержки Украины. Доктор политических наук Александр Гусев поездку Зеленского в Вашингтон называет не иначе, как пиар-акцией. Эта пиар-компания достаточно серьезная и направлена на то, что Зеленский и Киевский режим показывают, что они побеждают, они двигаются вперед. Поэтому давайте побольше денег, давайте побольше вооружений. До банальности все просто. На самом деле, конечно, совершенно не так. И Зеленский это прекрасно понимает. На итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что доволен результатами переговоров с Байденом. По его словам, Украина и США достигли уровня настоящего союза. Байден объявил о новом пакете военной поддержки более чем на миллиард долларов и передачи Украине комплексов ЗРК «Патриот» в самое ближайшее время. Американский лидер добавил, что поставки нового вида оружия ни в коем случае не приведут к эскалации. У российских экспертов мнение другое. Это средства противовоздушной обороны. Конечно, они создают и создадут определенную сложность для нашего реактивного удара по инфраструктуре Украины. Но это сам факт. Нужно расценивать даже не как военную, как не военную составляющую, а именно как политическую. Соединенные Штаты пытаются всеми средствами, всеми возможностями помочь киевскому режиму в сохранении статус-кво. Вот это самое главное. По словам американского лидера, Зеленский открыт к достижению мира, справедливого мира. В ответ на эти слова главы Соединенных Штатов украинский президент кивнул, а после заявил, что не знает, как выглядит этот справедливый мир с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. Мира не будет. И Запад, и нынешняя киевская власть, они заточены на продолжении военных действий. Вот и все. До победного, как они говорят, до победного конца. На самом деле до последнего украинца. Такая задача перед Западом поставлена. Воевать с Россией до ее полного истощения. Выступая в парламенте перед конгрессменами, Зеленский снова просил танков и денег, выражая надежду еще на 45 миллиардов долларов из американской казны. Вот только через несколько часов после его речи голосование по поводу выделения Киеву помощи в таком объеме в Сенате отложили. О том, что Зеленский не достиг своих целей во время визитов в США, пишет и Вашингтон-Пост. Украинский лидер надеялся получить более современное вооружение для наступательных действий. Вместо этого Байден завел с ним разговор о дипломатии. Екатерина Глазунова, Елена Нечаева, Павел Глазунов, CGTN, Москва.